Ну что, пока наши участники будут присоединяться, поделюсь своими впечатлениями, поделюсь своими намерениями. И первым делом хочется, мне хочется научиться выстроить тот формат общения с нашим сообществом, где люди превращаются волшебным образом в людей, в думающих персонажей. Поэтому скажите, пожалуйста, кто посмотрел наше интервью с дельфина-терапевтом Святославом? Просто так интересно, что когда тема больная, тема горячая, отзывы бывают, ну как сказать, они такие сдержанные, типа, ну да, есть такое, а кто-то сразу вопит, что как ужасен этот мир. Вроде видео есть, видят меня люди, да? Я, я, класс! Я всегда призываю, я всегда призываю к личному мнению. Вот, и книгу купили, и с ребёнком начали её читать. Это замечательно, это замечательно. Спасибо вам большое, спасибо за то, что прониклись. Я сначала поделюсь своими личными переживаниями по этому поводу, а потом подведу к социальной теме, к социальной проблеме этого вопроса, к социальной стороне, и посмотрим все вместе, как это работает. Потому что у меня был, конечно же, внутренний диссонанс. Буквально, когда мы уже ехали в дельфинарий, я была за рулём и думала о том, блин, я точно этого хочу, что я делаю? Зачем? Это же острый вопрос. Дельфины в неволе. Как же быть? Что же делать? Ну, потом я включила взрослого в себе, убрала истеричность, убрала категоричность, понимала, что если этот вопрос у меня вызывает двоякие чувства, то, значит, тем более мне туда, тем более мне нужно с этим разобраться, тем более мне нужно сформировать своё мнение об этом вопросе более явно, понять себя до конца, понять, чем сформировано вот это движение, которое защищает, в общем-то, дельфинов, животных и так далее. Потому что, как я потом позже выяснила, что это были не совсем мои чувства. Вот это неприятие ситуации было больше навязано общепринятым социальным давлением, которое, в общем-то, и вызвало у меня вот в этот диссонанс внутренний. Потому что, когда мы окунаемся и лично проживаем этот опыт, то если человек взрослый и ответственный, то он может сейчас этот вопрос обработать внутренне и принять какое-то взрослое ответственное решение на этот счёт. Так вот, я дала себе шанс. Повзрослеть. Повзрослым посмотреть на эту ситуацию. Разложила себе все свои чувства по полочкам. Но это происходило на уровне где-то понимания, где-то чувств. Потому что, если у нас что-то вызывает сопротивление, это означает, что у нас там есть боль. Если есть боль, то если мы её не проживём, а будем только с ней бороться, то боль таким образом только возрастёт. Это известный факт. Поэтому все, кто кипишует по поводу дельфинов, я их прекрасно понимаю, это адовая боль невымещенная, которая на самом-то деле не приводит ни к чему хорошему в этой жизни, кроме как усиливает обратную сторону медали. То есть, как бы парадоксально это ни звучало, люди, которые находятся в неприятии ситуации, сформируют эту ситуацию и усугубляют. Поэтому я решила, что если я увижу в этой ситуации что-то хорошее для себя и смогу донести людям, что хорошего есть во всей этой истории, то как бы моя миссия выполнена. И, в общем-то, я могу сказать, что общение со Святославом мне очень зашло. Он, в общем, классный парень, очень живой, созидательный, позитивный. И, в общем-то, людям, которые взаимодействуют со Святославом, да еще и в комплексе с дельфинами, ну, невероятно повезло. Несмотря на то, что как бы это ни звучало, потому что Святослав в основном работает с детками с, как книга его называется, с необычными, да, это с синдромами Дауна, аутизм, ДЦП и так далее. Поэтому я считаю, что это очень сложная, сложная, сильная миссия, которую человек пришел нести в этот мир. И у меня просто после беседы с ним уже не осталось никаких сомнений, что, в общем-то, публикации быть. Мы все это опубликуем. И обязательно осветим этот вопрос. Потому что я не вижу среди тех агитаторов, которые вопят про уничтожение дельфинов и так далее, я не вижу в этом ничего хорошего. Я не вижу ничего, чтобы это привнесло в социум созидательного, кроме как их истерии. Объясню, почему. Вообще любое сопротивление — это нагнетение ситуации. Если мы ситуацию яро не принимаем и отказываемся идти в эту боль, то мы ее усугубляем. Я не знаю, мы, наверное, на каждом эфире эту базовую тенденцию озвучиваем, то с мужем, то по отдельности. Поэтому пора бы уже когда-то принять тот факт, что если вас дико что-то возмущает, вам что-то адски приносит боль, то это значит, что вы находитесь под влиянием этой ситуации. И если вы эту боль по отношению к этой ситуации усиливаете, испытываете, то вы усиливаете ее внутри ситуации. Я надеюсь, я понятно изъясняюсь. Потому что, честно говоря, давайте посмотрим правде в глаза. Ну а хрен ли дельфин это? В общем-то, я когда просто вот выходишь в город, идешь по улицам, осознаешь происходящее, да, и понимаешь то, что мир вообще дико несправедлив. Дельфины в неволе. Люди, клерки сидят в офисах по 40 лет от диплома до пенсии в неволе. Потому что мало кто, нет у нас такой еще корпоративной культуры в нашем обществе, чтобы кто-то был заинтересован в развитии личности человека. Это новый тренд, который мы тоже будем затрагивать с нашими спикерами и поднимать этот вопрос. Но на сегодняшний день это все отвратительно, на мой взгляд, если уж так говорить обо всем. Бабушки со своей пенсией в 10 тысяч рублей это просто зверство. Поэтому если вам хочется покипишевать по поводу дельфинов, то, конечно же, нужно брать на себя ответственность, а чего я этим добиваюсь, кроме как энергетически усиливаю этот кластер боли, который, в общем-то, существует. Вот это так и есть. Я вам даю гарантию просто, что даже объединившись всем миром и требуя всех дельфинов выпустить на волю, ничего, ничего мы не добьемся. Никто не добьется ничего хорошего в этом мире. Потому что будут браконьеры, найдут в этом какую-то вторичную выгоду, будут какие-то частные коллекции, а даже если выпустят на волю всех дельфинов, то поработят, не знаю, всех медведей. Их и так как бы тоже в цирке эксплуатируют. Поэтому я чисто по-человечески действительно не хожу в цирк, но я могу пойти с ребенком в зоопарк, допустим. Потому что это существующая реальность. Если мы хотим эту реальность изменить, то мы должны посмотреть на нее, как есть, принять ее такой, какая она есть. Если мы боимся посмотреть в глаза реальности и можем только кипишевать, то эта ситуация, кроме усугубления, ничего не принесет. Поэтому настоящие адовые вредители дельфинов – это их вот эти гипертрофированные защитники, которые нагнетают ситуацию и усиливают воспалительный процесс. Так как существует несколько способов преобразования реальности. И вот об этом я сейчас и хотела бы поговорить. Так мы же хотим быть с дельфинами ВКонтакте. Вот. О том и речь. Почему я вообще поехала в этот дельфинарий после интервью с Богданом Владимировичем? У меня было такое вдохновение. Мне приснились дельфины. Я не помню, говорила об этом в интервью или нет. Но я звоню Лене и говорю, слушай, мне прям дельфины приснились, в глаза мне заглядывали. И это было все как наяву. Ну, чтобы было представление, мне сны как бы просто так не снятся. Если мне что-то снится, это значит, вот ты недостаточно сюда обратила внимание. И там что-то стоит ждать. И, наконец-то, я в своем романтическом утопи... Как сказать, в утопическом романтизме в своем иногда как бы забегаю вперед. И хочется, в общем-то, сразу увидеть какой-то классный результат, увидеть какой-то прогресс в этой теме. И у меня сразу такая пришла мысль, что как было бы здорово наладить контакт, в общем-то, людей и дельфинов в естественной среде. Потому что, вот кто-то там писал, это вообще мало того, что он возмущается, это еще и клевета по поводу того, что дельфины никаким образом не влияют на людей. На самом деле, эффект эхолокации и ультразвука их общения, это все есть исследования в интернете. Так что, у кого есть желание, пожалуйста, можете под этим эфиром, ну, допустим, на Ютубе или где-то бросать ссылки на эти исследования. Потому что я это точно в ближайшее время не смогу сделать. Мы тут все, как понимаете, в свободное время волонтерим в нашем клубе. А вы можете поучаствовать таким образом полезным в жизни сообщества. Поэтому у меня вот такая мечта возникла. Я верю, что однажды человечество придет в такой режим, где каждый человек — творец. Он не сидит в стеклянном аквариуме целыми днями, не проживает, даже в этом слове неуместно, наверное, слово. Не существует свою жизнь там. В общем-то, все мы будем такими понимающими, располагающими друг к другу. Наладим какой-то живой контакт с живым миром. Научимся его по-настоящему слышать. Может быть, отойдем от технологий. Через технологии мы точно не поймем. Не живой мир. Сами понимаете, это абсолютно два разных направления. Технологии и живой мир. Они невозможны. Они не могут существовать в симбиозе в каком-то. На данном этапе так точно. Потому что, допустим, если технологически мы еще считаем себя развитыми существами, то человеческие наши качества оставляют желать лучшего в основном. У нас что не социальный вопрос, что не социальная проблема, то скандал. Никто не хочет тему исследовать и вести ее в созидательное русло. Вот лично я поехала за тем, чтобы понять ситуацию, принять ее такой, какая она есть, наблюдать, что в ней есть хорошего. Святослав и, в принципе, контакт дельфина с человеком. Может, дельфин, может, решил вообще в следующей жизни стать человеком. Может, ему нужен контакт в этой жизни. Чего вы его трогаете-то? Все. Я тоже уже устала повторять на каждом эфире, что мир невероятно, хотя через «не», да, как же сказать, мир настолько справедлив, что если брать любую ситуацию с этой позиции справедливости мира и вести его в созидание хотя бы своим вниманием, хотя бы своим прикосновением к этому вопросу, то мы получим гораздо больше изменений, нежели через энергию протеста, агрессии и так далее. Поэтому я верю, что однажды мы все это осознаем и поймем, что я на рассмотрении нашему сообществу, как что-то сакральное. Мы вот с Леной со всем своим энтузиазмом, со всеми своими переживаниями, со всей своей открытостью и искренним интересом предоставили на обозрение этот вопрос. Знаете, для чего? Чтобы люди, которые участвуют в политике любви, своим созидательным вниманием могли изменить этот вопрос. Потому что, ну, я как уже сказала, что энергия агрессии и противостояния, она не создана, чтобы создавать. Она не создана, чтобы создавать. Люди путают, они пытаются строить бизнесы, строить свою жизнь, строить свои отношения. Они пытаются что-то строить на энергии сопротивления и агрессии. Это бред, ребята, очнитесь. Вы в каком мире-то живете-то, да, хочется спросить. Нам что-то неправильное навязали, мы что-то точно перепутали. На энергии агрессии мы не можем ничего построить. Точнее, то, что мы построили, и весь бред, который происходит сейчас в социуме, вот делайте свои выводы. Сколько в этом всем любви? Нет, там есть энергия порабощения, энергия, в общем-то, ну, соперничества, энергия угнетения, энергия, ну, вы понимаете, о чем я, да? То есть эти энергии нам нужны были для того, чтобы обороняться, когда появилась история столкновений и коммуникация еще у людей не была таким образом налажена, чтобы мы смогли договариваться. У нас и сейчас это хреново получается. Поэтому, как вы понимаете, на митингах, на, собственно, выступлениях, которые задействуют, жмут на педали вот этого красных глаз, когда человек впадает в ярость, в негодование, в недовольство, в бой, что-то люди пытаются строить. Так было раньше всегда. И это нашему обществу простительно, потому что есть такое заезженное уже со всех сторон слово, да, как трансформация. Что такое трансформация? Трансформация — это изменение через боль. Трансформация — это поглощение. Ну, вот во всяких словарях это слово рассмотрено с точки зрения биологии, да, и бактерий. Но оно прекрасно как раз отражает действительно ту суть, которая несет в себе трансформация. Трансформация — это когда один строй проглатывает другой под своим насестом. То есть он его рушит, уничтожает и быстро, больно переводит в новое качество. Это трансформация. Понятно, чем шире, чем больше социальный подтекст этого события, тем дольше может происходить трансформация. Все соизмеримо со своими объемами, которые требуют своей трансформации. Но это позиция, опять же, как мы привыкли жить — боли, агрессии, недовольства, протеста, в общем, травмы. С позиции травмы трансформация — это единственный инструмент, который мы можем, в общем-то, использовать в своей жизни. Про что говорю здесь я? Почему я еду к дельфинам? Хотя осознаю, что да, вероятно, не все там сладко, не все гладко. Есть свои нюансы. Мне бы хотелось по-другому. Но с позиции взрослого человека выгонять всех дельфинов на волю... Ну, вы понимаете, что дельфины прирученные, они не смогут жить в живой природе, они не смогут ловить рыбу, они обычно погибают в этих случаях. То есть я понимаю, что это вообще не вариант. Я понимаю, что я не остановлю всех на свете этим своим действием дурацким, противостоящим. Поэтому я выбираю путь любви. Как я считаю, что самая созидательная сила в этой жизни, в природе, это любовь. И каким образом взаимодействует любовь? Ее принимают за слабость, потому что на коротких этапах, на краткосрочных этапах, как бы любовь, она обычно выглядит как проигравшая сторона. Потому что там, где боль, там, где травма, очень легко, там, в общем-то, накидать тумаков, да, сопернику, и, в общем-то, показаться временным победителем. Любовь — это долгий, сложный путь. Это вам не трансформация, это вам не протесты поорать в интернете, ничего при этом не делать, и не брать на себя ответственность за свои слова. Поэтому путь любви — это преобразование. Чувствуете, да, что в слове в этом заложено? Пре, прекрасное, премудрое. Это пре обозначает свыше, больше. Понимаете? Образование, которое больше существующего образования, оно не стремится угнетать существующее положение вещей, оно не стремится всех наказать, порвать в клочья и уничтожить любую оппозицию. Оно не стремится в принципе никакой агрессии. Оно считывает, отражает существующую реальность и строит нечто новое вопреки существующему порядку. Часто этот путь пересекается, и так, и сяк. Бывает там, где у нас не хватает любви, мы вынуждены пойти на трансформацию. Но самое главное на этом пути понимать, что стратегия, она всегда должна быть ориентирована на любовь. А в тактике могут совершаться какие-то точечные трансформационные этапы в силу того, что мы взаимодействуем с каким обществом, которое, в общем-то, выросло и живёт на пути трансформации. Поэтому я считаю, что вопить, обвинять всех кругом, как всё плохо, можно бесконечно. Это вообще бесконечная хрень, в которую можно жизнь этому посвятить, но ничего при этом не добиться и не сделать. А если каких-то маленьких тактических побед путём травмы, путём боли достичь, то, поверьте, это просто минусовый путь. Это путь нересурсный. Ничего глобального в этом мире не изменится. Может, только наоборот, так сказать, противодействующая сторона найдёт более изощрённые пути для своего существования. Поэтому преобразование, я считаю, что это и есть политика любви. Конечно, я была бы рада, чтобы многие по этому поводу сами поразмыслили и пришли к этому заключению, потому что по отзывам было понятно, что есть люди, у которых есть реальные проблемы, есть детки с синдромами, и они понимают, что, ну, ребят, ну, конечно, дельфины, да, но вообще-то у меня там ребёнок, может быть, мамочки аутистов тоже мечтали бы жить в живой природе и общаться с дельфинами, плавая в Атлантическом океане, но между тем это тоже не выход, потому что дикие дельфины это дикие дельфины, они также топят людей, и любой контакт, ну, то есть там, где вы гости, там вы, в общем-то, никогда не получите без усердия и стараний какой-то результат, везде нужно налаживать коммуникацию, чтобы коммуникация шла с обеих сторон, из человека, и со стороны человека, и со стороны живой природы, поэтому вот есть у меня такая утопическая мечта, а так как я мечтаю глобально, когда меня спрашивают, о чём ты мечтаешь, да, я вечно в супоре, потому что мои мечты, они в основном глобальные, и сообщество здесь, оно для этого, я надеюсь, что мы вместе научимся видеть суть, видеть стратегию любви, и не залипать, и травмами не цепляться за абсолютно нересурсные нересурсные способы кого-то побороть. Созидательный человек, особенно женщина, одним своим вниманием, одним своим чаепитием с кем-либо может изменить жизнь, может изменить политический строй, может изменить в целом структуру, которая повелевает на данный момент тем или иным той или иной сферой, да, просто вдумайтесь в эти слова, что вы несёте, когда вы обращаете своё внимание на тот или иной вопрос. Если вы испытываете боль, то это в первую очередь ваша боль, разумеется. И вопрос в том, как вы решили её прожить, либо повесить на кого-то, либо организовать вокруг себя такое пространство, такое поле, чтобы одним своим вниманием и там, где мы замечаем хорошее, преобразовывать этот вопрос. Например, я приехала, я кайфанула от беседы со Святославом, я поняла, что, блин, как классно, что есть такие люди. Да, в основном в интернете травмированные, невыросшие дети, постаревшие дети. Саша бы не стал сисюкаться с людьми, которые хейтят терапию с дельфинами. В блок и всё, добрая. Ну, нет, ребятки, не то, чтобы я этому целый эфир объяснила, понимаете, Саша больше трансформационный чувак, он вам вот на прошлом эфире мы рассказывали, что у него юнь трансформационный, и он-то в целом привык работать в несколько другой мерности, а женская сила, она другая, поэтому, как бы говорить, палец с кем-то сравнивать, ну, вообще нет никакого смысла, это просто разные энергии, и мы таким образом с мужем, например, взаимодействуем, там, где нужно, я стелю соломку, а он действует, я всегда стратег, а Саша всегда тактик, поэтому это абсолютно нормальная история, поэтому любая сфера, которой мы касаемся, если вы создательный человек, который уже готов прожить свою травму, она будет выглядеть как путь любви, как стратегия любви, и если все обратят внимание на то, как, на то хорошее, что в сегодняшнем дне существует в этой сфере, то я думаю, что изменения пойдут быстрее, и я вас всячески к этому призываю, и причем я не считаю, что я ссюкаюсь, мне кажется, я достаточно жестко всех шлю нахрен со своим мнением, мне просто всегда нужен конфликт, ну, как бы снаружи, чтобы мне было понятно, что эту тему нужно разъяснить, потому что многие это чувствуют, но всегда нам требуется в таких острых вопросах поддержка, вот я вам говорю, даже я чувствовала себя не очень классно, когда ехала записывать интервью, у меня было такое внутреннее, блин, какое-то вот такое состояние, пока я не разобралась, что это боль социума, это боль, это воспалительный процесс, который в социуме блуждает, и действительно это не самая классная история, но у нас эта тема куда ни плюнь, можно пристать к какому угодно вопросу вообще, поэтому я всегда даю видение шире, беру видение шире, и с этой позиции, с позиции стратегии любви это видение развиваю, и тогда все становится на свои места, и тогда мы становимся действительно со творцами, потому что чем вредны вот такие аутоиммунные процессы, наполненные агрессией, так это тем, что они уводят человека в травму, то есть когда мы видим возмущение в комментариях по тому или иному вопросу, то есть люди не вникли в тему, то есть они не видят в этом ничего хорошего, они уводят всех остальных в травму, поэтому да, действительно, я после этого эфира заблокирую всех, кто писал гадости на этот счет, то есть, ну опять же, не потому что, прям пройдусь по комментариям и заблокирую, потому что, объясняю вот сейчас, захотел это сделать именно во время, ну после этого эфира, потому что, конечно, эти люди нас пытаются погрузить в травму, то есть любой человек, который кипишует и хочет нас вывести в низкие вибрации какие-то, да, вернуть в нас в непрожитую историю, с одной стороны, это как бы молодцы, да, тем, кому действительно нужно это пережить и переварить, они этим занимаются либо самостоятельно, либо вот так на эфире с моей помощью, да, мы это можем разобрать, а те, кому, в общем-то, можно уже направить свое внимание на создательное русло, им лучше вообще эти комментарии не читать, потому что это так или иначе отбирает энергию, поэтому я уже не раз говорила, что всех хейтеров буду банить, и вот про бодипозитив это отдельная история, которую я озвучу в конце эфира вместе с другими вопросами, такими как феминизм, сексизм и так далее, потому что я не планировала так скоро затрагивать этот вопрос, потому что понимала, что наше сообщество ну даже где-то не готово, наверное, к этому вопросу, раз на дельфинах, казалось бы, да, разве не очевидно, что, ну, это было сделано непосредственно для того, чтобы посмотреть, найти пути внутренние, поразмыслить о том, почувствовать то, как могло бы быть это еще, да, а люди начали уходить в негатив, надо же, да, вот глупость-то какая, поэтому явно я не хотела выходить на тропу еще более горячей истории, еще более сложной темы, такой, как феминизм, сексизм и все остальное, да, потому что он сейчас действительно нездоровый, но ситуация вынуждает, у нас тут просто произошла такая история по соседству, которую мы будем видимо на этой неделе рассматривать подробнее, и я вас призываю переварить ситуацию со всем, что вас беспокоит на данном этапе, дельфины это, или пенсии бабушек, или невозможность вырваться из жестких сцепок, в общем-то, с работодателем, который вас порабощает, вот все вот эти темы «непрошитая боль», я предлагаю посмотреть на нее с точки зрения созидания, как это могло бы быть в социуме, помечтать глобально, да, мы же помним с вами, что когда мы мечтаем глобально, то только тогда меняем этот мир, когда мы мечтаем узко о чем-то для себя, то это, в общем-то, очень мелко, как я к дружбе отношусь, сегодня день дружбы, дружба мужчин и женщин, женщин и женщин, отлично к дружбе отношусь и в любом формате считаю, что друзья, какая критика, я вам объясняю, что критика это раненые души, которые пытаются украсть энергию у людей, которые пришли сюда строить что-то созидательное, вот, а дружба это офигенная вещь, я считаю, что люди дружить не умеют, я считаю, что дружить нужно учиться, я считаю, что друзья это такая же семья, я считаю, что дружба это такие же отношения, которые требуют процессов, я считаю, что если дружба поверхностная и находится на уровне «мне с тобой прикольно, давай пообщаемся», но вы не чувствуете, что вы могли бы пройти с этим человеком дальше, это может свидетельствовать только о некоторых моментах опять же какой-то некой травмы, то есть вы понимаете, что у вас своих проблем полно и вы понимаете, что ничем человеку помочь не можете, поэтому чтобы дружить тоже нужно быть взрослым, тоже нужно быть здоровым, счастливым и уметь брать на себя ответственность, вот. Короче говоря, как мы с вами понимаем, социум сейчас выглядит просто каким-то сумасшедшим, и опять же, какая нахрен критика, когда я говорю про социум, это острые социальные темы, которые мы здесь затрагиваем, вот мне кажется, люди, которые пишут, что я там как-то критику остро разбираю, ну вас принимаю, потом ее разбираю, так ребята, у нас сообщество называется «Политика любви», мы здесь в принципе будем затрагивать острые социальные темы, это вообще я кризис-менеджер по жизни, я на этом специализируюсь, поэтому по-другому никак, это та боль, которая прет вот из людей, и мы ее в общем-то преобразуем во что-то новое, во что-то созидательное, это можно, конечно, зацикливать, а вы чего хотели бы услышать, вот например, то есть все нормально, всех все устраивает, меня лично социум очень сильно не устраивает, поэтому я эти темы как раз и меня не очень интересуют, потому что мы настолько взаимосвязаны, мы настолько отражаем друг друга, мы настолько одно и то же, что если говорить, что социум отдельно, я отдельно, ну это большое заблуждение, которое еще долго можно там из поколения в поколение жить в этой иллюзии, не понимая в общем-то таких глобальных процессов, вот всех, кого это все устраивает, это вампирчики, которые приспособились жрать внимание других людей и кайфовать на том, что есть, то есть у меня тоже такая позиция одно время была, это однозначно я была в позиции слабости на тот момент, когда не пыталась смотреть в эти, ну типа все же понятно, ну все же понятно, ну что тут, ну у кого-то так, у кого-то так, все же понятно, что там, поэтому сейчас у меня есть какой-то внутренний ресурс, который я готов направить на рассмотрение более ответственных слоев нашего социума, и всячески призываю вас в этой сфере начать разбираться тоже, потому что лично, на моем личном опыте, да, всегда это происходит, всегда происходит трансформация во мне, в моей личной жизни, если я со стороны чего-то глобального смотрю на вещи и разбираю их там, потому что это ничего нового, это прямое отражение нашей личной жизни, вот, поэтому второй вопрос такой, который я обещала затронуть, это кино, потому что мы записали интервью, как я уже сказала, с Георгием Малковым, так случилось, что мы попали к нему на интенсив по кинопроизводству с Леной, так просто случайно даже произошло, мы, в общем-то, были знакомы с Георгием еще лет 10 назад, точнее, в тот раз, в последний раз и виделись там, мы издавали с Леной его комедии, тогда еще на DVD-дисках, и Blu-ray и так далее, в общем-то, когда мы работали в кинодистрибьюции, и вот с кем бы мы не работали, особенность продуктов Георгия была в том, что уже настолько там все налажено, уже настолько ты все как бы имеешь в общем-то в руках, что тебе, в принципе, ничего делать не нужно, так как я была, опять же, кризис-менеджером, да, то есть у меня все продукты были, которые нужно было издать еще вчера, а исходников нет, материалов нет, короче, ситуация называлась «Этого не может быть, потому что не может быть», но вот мы как-то пытались укладываться в дедлайны, и вот продукты Георгия отличались тем, что вот с ними всегда было все в порядке, все есть, и исходные материалы, и обложка, и договоры подписаны, и счета, и все, все уже готово, тебе нужно просто вот буквально такие технические моменты соблюсти, и ты получаешь классный результат. Я, вот эти мне на тот период Георгий запомнился, потому что обычно продукт, я говорю, был, ну, катастрофически уже никак не попадал в дедлайн, вот, и тут мы попали к Георгию на интенсив, и я прям окунулась в эту историю, потому что, ну, есть у меня еще одна такая глобальная мечта, менять сознание людей при помощи вот такого, вот такой параллельной реальности, как кино. Я не знаю, когда я к этому приду, внутренне буду готова, внешне и так далее, но тем не менее, видите, меня эта тема, ну, вот, как, можно сказать, с детства сопровождает, я обожаю фильмы качественные, и обожаю этот процесс внутренний, тот, который за этим стоит. Мне интересно, как люди могут делать что-то большое в принципе, поэтому, поэтому, вот, мы, Георгия, незамедлительно пригласили интервью для нашего сообщества, чтобы поделиться с вами какими-то лайфхаками по отношению к своему делу, к бизнесу, и как это сочетается с внутренними ценностями человека, семейными, и так далее, потому что, ну, вокруг этой сферы, как нам известно, ходят немало всяких обсуждений и тем, вот, поэтому, как мы все-таки у Георгия выяснили, что, да, каждый кинопроизводственник, это человек, который хочет изменить мир, как ни крути, то есть, нет, есть, конечно, люди, которые там снимают, ну, триллеры и так далее, но это тоже, как бы, низковибрационные такие продукты, которые созданы для того, чтобы сжать на педали непрошенных травм, страхов, чтобы выпускать их наружу, то есть, в принципе, это полезно, но есть следующий слой, это фильмы, которые все-таки учат добру, да, вот, например, те кино Георгия, которые я выпускала, это мамы, с днем рождения мамы, такие легкие комедии, которые транслируют, как ни крути, семейные ценности, и вот, на интервью, опять же, так синхронно возникла тема деток с разными, ну, необычных детей, да, потому что у Георгия есть фильм, который называется «Временные трудности», я его еще не посмотрела, на интервью мы договорились, что мы его посмотрим, предложим посмотреть нашим подписчикам и вместе воспитать в себе, опять же, взрослые отношения к данному вопросу, чтобы вы тут все поняли, фильм «Временные трудности» был снят на основе реальных событий, то есть, это реальная история, которая, в общем-то, заложена в сценарий, и каждый человек, который так или иначе со всей своей ответственностью подходит к освещению социальных вопросов, разумеется, он хочет донести обществу, что есть такая проблема, есть такой вопрос. И вот нет ничего удивительного в том, что и Георгий столкнулся с буллингом их команда в свой адрес, тоже как бы неправильно понятая социум-история, где начали их обвинять в том, что они пропагандируют абьюзерство в этой сфере, хотя цель была совершенно другая, как и у всех продуктов, в которые мы, в общем-то, где-то с чем-то сталкиваемся, это тема, задрагивающая такой острый социальный вопрос. Я сейчас набрала анкет, устрою натальные карты для деток-аутистов, там еще мне разгребать-разгребать, но я понимаю, что все это продукт неправильных взаимоотношений внутри семьи, неправильных, ну, как сказать, неправильных, в общем-то, неравномерно распределенных сил, чувств, эмоций в определенный момент времени, то есть неразрешенные проблемы, все это сваливается вот в кучу, и мы получаем такие, да, вот гром за окном, есть такое, и дождь пошел, я на него как раз сейчас отвлеклась. Классно. Вот. Что-то важное говорю, да? Поэтому, да, вот, кривых, как пишет нам Сара, то есть это те вопросы, которые люди либо обходят стороной, если это их не касается, либо придерживаются общего, какого-то общественного, среднего мнения, но не привыкли в этом разбираться, и опять же не видят свою взаимосвязь с проблемами общества, социума и своей личной жизнью. А это все в общем-то существует. Поэтому я с нетерпением жду, когда у нас выйдет с Георгием наше интервью. Очень получилось такое всеобъемлющее, интересное, и я уже несколько написала пару синопсисов даже к сценариям, которые в перспективе хотела бы, может быть, снять, чтобы транслировать людям, которым вообще непривычно слушать слово энергетика, взаимоотношения. То есть у них есть понятие собственной жизни, чтобы всем это было доступно. Это вообще непростая задача на самом деле. Поэтому кино это еще одна сфера. Понятное дело, что к российскому кинопроизводству у всех опять же есть субъективное отношение, но, ребята, это то, чего мы, как говорится, заслужили. Потому что, опять же, хейтить и говорить, как все низко и плохо умеет каждый, например, внедриться, вникнуть в эту историю, понять, почему человечество испытывает такие трудности по самовыражению, по воспитанию общества. То есть раньше-то кино вообще только утверждались главами в Советском Союзе. Сейчас, в принципе, вы же понимаете, что фонды кино и Министерство культуры это тоже государственные учреждения, которые спонсируют эту сферу. Поэтому если возникают какие-то вопросы к кино, то это то, что проходит жесткий контроль вот этих систем. Вот. Поэтому сейчас, конечно, претерпевает эта сфера тоже свои преобразования и появляются платформы, независимые такие источники контента, условно независимые, которые могут уже шире смотреть на весь предлагаемый контент. Поэтому даже на этом интенсиве я нашей группе заявила такие, казалось бы, банальные и простые вещи, но свою позицию в общем-то озвучила в том ключе, что любой человек, который имеет социальное влияние какое-то, какой-то там инфлюенсер, хоть самый небольшой, допустим, но он должен, должен, это, конечно, опять же, попахивает чем-то не тем, да, но как минимум, если бы каждый инфлюенсер понимал свое влияние и то хорошее, что он может вложить людям своим вообще контентом, своим отношением к миру, то мир бы становился лучше. И поэтому вот возвращаясь к последней теме, которая не имеет также определенного однозначного ответа, на мой взгляд, но имеет массу последователей в ту или иную сторону, это история с вот как раз всевозможным буллингом той или иной позиции. То, что у нас там с дельфинами, это была такая лайтовая подводочка к теме вообще буллинга в сети, потому что у нас любая сейчас социальная позиция, она освещается вот теми же лидерами мнений, да, я стишок свой недавно выкладывала на этот счет, опять же, я считаю, достаточно лайтовый, и там я смеялась и над всеми, и над собой, и мне кажется, он отражает очень тоже хорошо эту реальность, и нужно понимать, кто свое мнение высказывает насчет тех или иных тенденций в социуме, потому что я могу сказать, что я действительно бы хотела бы как бы преобразовать как-то социум, по крайней мере, вокруг себя, я бы хотела вести его к какому-то более такому здоровому взаимодействию, потому что весь хайп, который сейчас происходит на любом вопросе, это просто там как бы нет виноватых и нет каких-то там особо жертв, там все находятся на своих местах, но, к сожалению, вот позиций уравновешивающих, нейтральных позиций в этом отношении сейчас нет, очень мало, все склонны занять какую-то позицию, соотнести ее с внутренними собственными переживаниями и транслировать ее в том самом противодействующем формате, о котором я говорила в начале, да, с точки зрения с позиции уничтожить противника, я считаю, что это заведомо для социума, что это заведомо больная позиция, повторюсь, и нужно прежде чем высказывать свое мнение и вступать в любую полемику на любую горячую тему, я лично, да, я бы всем рекомендовала разобраться в том, чем вы мотивированы, как правило, когда мы вступаем в какую-то полемику с оборонительной или наступающей позицией, да, этот мотив ознаменован болью, какой-то травмой, поэтому если уже это люди будут понимать, да, то есть, например, вопрос сексизма, феминизма, который вот всплыл буквально за час до этого эфира, да, 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 вот эти движения, они очень острые и неизученные и не подвластны никакому контролю в принципе, но, может быть, тут и контроль не нужен, но и здорового отношения в этом я не вижу, потому что каждый настолько в общем-то индивидуален, что бороться с непохожим на себя это абсолютно деструктивное занятие, в общем, за час до эфира где-то мне звонит моя прекрасная соседка и говорит, слушай, тут такое дело, такое дело, короче, у нас сосед попал под буллинг в сети, какая-то, говорит, нелепость, потому что ты же знаешь Иваню и Эльвиру, да, ну, чтобы сразу было понятно, наш сосед Иван Абрамов, стендап-комик из Comedy Club, мы живем в одном поселке, ну, как и Стас Бартникас, который делает фотоснимки, аэрофотоснимки, да, мы тут все живем давно и классно, и, в общем-то, случилась такая нелепость, как можно вообще в принципе прикопаться к стендап-комику, я не знаю, потому что стендап-комик, он и и создан для того, чтобы затрагивать острые темы и как-то их высмеивать, и ни у одного комика по-настоящему то есть нет какого-то мнения, как правило, он выставляет свое мнение на показ, чтобы как бы прожить с юмором свою вот такую неразрешенную боль, да, то есть посмеяться над ней и найти поддержку в том, что, ну, таких моментов в обществе много, в общем-то, поэтому, вероятно, мы сделаем с Элей на этой неделе прямой эфир, сегодня жду девочек-соседок на шампанское в гости вечером, вот, поэтому в связи с этим, видите, так прям весь эфир прям такая подводочка к этому вопросу получилась, потому что в связи с этим прошу каждого, кто смотрел этот эфир, смотрит, будет смотреть, да, задуматься о том, что что для вас такое здоровое отношение мужчин и женщин, это существует ли феминизм, существует ли сексизм, или все это просто боль и травма людей, которые пытаются заглядывать в эти вопросы со стороны, непрожитые. Было бы здорово, если бы наше сообщество, я считаю, одно из самых разумных, ну, я просто второго такого не знаю реально, где люди были бы настолько открыты, настолько понятны, настолько, в общем-то, располагали к рассмотрению этих вопросов, потому что, например, какие-то передачи на телеке, да, где только и нужен хайп и рейтинги, они в принципе несостоятельны в том, чтобы обсуждать острые вопросы, им это не нужно, они выслушивают мнение, так скажем, да, на самом деле выслушивают травмы, выслушивают противостояние одной позиции по-другому, ну, другой и так далее, и я считаю, что вот как раз в нашей среде мы способны рассмотреть этот вопрос без крайностей, рассмотреть этот вопрос со всей любовью, рассмотреть этот вопрос широко, занять позицию наблюдателя, суметь, да, не впадать в травму изначально, а попробовать, мы тут в принципе с вами травмы на эфирах прорабатываем, вроде как должно получаться у многих уже с позиции наблюдателя заходить в любой вопрос, но как мы видим по комментариям про дельфинов, да, ну, на какие-то глобальные процессы осознанности у людей не хватает, вот, поэтому у нас очень интересно предстоит конец недели, событийность, таким образом, как вы видите, складывается, тут незапланированные такие моменты происходят, в принципе, весь сам по себе июнь достаточно горячий, я только мне позвонила Полина, да, и я такая думаю, блин, тут про дельфинов люди еще не переварили, а тут сейчас мы будем про буллинг в сети и феминизм, в общем-то, говорить с Элей, думаю, класс, вообще, вот это драйв, вот это жизнь, да, вот, но, видимо, уже нет времени отсиживаться, как я уже сказала, что для меня это сложная тема, потому что я понимаю, что в любом случае столкнусь с непонятием, с непониманием, с неприятием и так далее, но как сама же я себя называю кризис-менеджером, мне это все равно придает определенный драйв, интерес к жизни, и мне всегда для меня самое любопытное, самое интересное, самое щепетильное, что может быть, меня вот туда тянет, потому что у меня есть внутреннее ощущение, что я своим вниманием и своей любовью эту тему могу преобразовывать тонко, незаметно для многих, для многих это будет казаться слабостью или чем-то еще, а для меня это просто чистый кайф, вот, например, у нас еще будет скоро в пятницу, по-моему, да, запланирован прямой эфир, его проведет моя коллега, моя вечная коллега по кинопроизводству, ой, по киноиндустрии и по продюсированию нашего клуба Елена Куценко, она поговорит с Светланой Ротан, специалистом по буквице, и Светлана делала короткий разбор имени Николь, да, и там она, значит, такую фоточку повесила, девочка в темноте с фонариком, то есть я всегда, у меня вот реально стремлюсь подсветить то темное, в которое люди не имеют мощи, не имеют силы, не имеют воли идти, поэтому судьба у меня такая, как говорится, и у вас, видимо, тоже, раз мы все вписались в эту тусовочку, так что спасибо вам за поддержку, спасибо тех, кто имеет смелость рассуждать вслух, имеет смелость высказывать свою позицию с точки зрения любви, которая противоречит озлобленным, агрессивным мнением и людям травмированным, тем самым, даже я могу сказать, что мы этих людей тоже исцеляем, потому что, когда они, ну, я не раз сталкивалась, когда ты человеку даешь немножко другой расклад, немножко под другим углом, то человек даже сам не понимает, но у него уходит вот эта озлобленность и спесь, потому что ему дали возможность посмотреть на ситуацию иначе, то есть ему не нужно уже биться лбом об эту непробиваемую вечную стенку, а ему можно действительно, оказывается, вырастить нейроны в какую-то другую новую сторону и поразмыслить новым образом. Давайте помнить о том, что категоричное отношение к какому-либо вопросу, который несет за собой агрессию, это неумение меняться, то есть там, где мы застряли, там, где мы категорично долбим одно и то же и боремся с этим, это говорит о том, что мы должны были уже вырасти, чтобы переварить этот вопрос, а мы все еще сокрушаемся о том, что как вы можете быть там, как вы можете к этому по-другому относиться, когда у меня еще здесь болит. Все же это понимают, да, классно же, что из этого состояния можно выходить, и это сообщество наше как раз про плечо, про то, что здесь каждый может найти альтернативное своим, ну, как сказать, не то, что проблемам, да, ну, скажем, выход из своей ситуации под альтернативным взглядом наших сообщественников, одноклубников, как я называю, да, вот, поэтому, как видите, мне кажется, очень интересные, актуальные вопросы мы здесь затрагиваем, я призываю всех выражаться вслух, там, где у вас возникают сомнения, например, вот про дельфинов истории, да, были либо в плюс комменты, что интересно, и действительно детки занимаются, и помогает, либо в минус комменты, что как же дельфины, что же вы тут про любовь, там, знаете, уличить в чем-то там пытаются, как бы люди, которые не умеют мыслить иначе, поэтому самое ценное, что я хотела бы внести в социум, это умение размышлять с позиции силы и любви, такая девушка была точно, я помню, даже несколько комментов было по поводу того, что вообще-то, может быть, для дельфинов это тоже большой бонус с таким специалистом, как Святослав, работать, да, может, он, в общем-то, что-то для себя тоже получает, и я уверена, что да, вот, поэтому я вас призываю высказывать свое мнение с позиции силы, с позиции стратегии любви, и даже там, где тактика не всегда отражает реальность, то есть это мелочи, вот как раз преодолеть всякие тактические трудности, непонимания и так далее гораздо проще, чем на самом деле преследовать какую-то тьму в своем сознании и транслировать ее в мир. В общем, я надеюсь, что мы синхронизировались сегодня тем, кому, может быть, кому-то не хватало этих слов. Мне было важно тоже высказаться, потому что именно в такие вот прямые эфиры, в таком общении мы меняем этот мир, меняем друг друга, взаимодействуем в поле, и тогда уже одним своим вниманием, одним своим пониманием, чувствованием, осознанием вопроса мы можем менять что-то большее и мечтать глобально. Я вас люблю, я люблю, что, я люблю этот мир за то, что есть такие люди, как вы. я рада быть причастна к изменениям каждого, с кем это работает, обнимаю, и до встречи в новых эфирах, и, может быть, будем уже организовывать какие-то флайн-мероприятия в конце лета. Всё. Прощаюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok